Итак, значит, самый главный, самый важный вопрос, это, конечно же, именно стартовая площадка за 1 доллар. Почему она сегодня для всех для нас стала важной? Потому что я вижу, что очень многие сегодня партнеры, я понимаю, конечно, их, потому что идут праздники, да и без праздника устали они работать, и это нормально, человек всегда на каких-то эмоциях приходит на новый проект и горит желанием. И, как правило, бывает, что немножечко поработал, потом охладел и начинает заниматься чем-то другим. Это нормально, потому что я знаю, что этим занимаются все. То есть, если человек не заболел какой-то темой, то есть он будет искать что-то другое. Но дело в том, что найти другое – это несложно, сложно заработать там. Поэтому давайте все-таки будем разбираться, почему у нас стоит, что нам нужно делать и какая у нас выгода в этой стартовой площадке. И давайте, наверное, пойдем по слайдам, я буду показывать и рассказывать. Итак, стартовая площадка, которая готовится открыться у нас в январе месяце. Сейчас будет только тестирование, и тестировать будут только одними, потому как я понимаю, что программист тоже человек, он тоже хочет где-то праздники отдохнуть, поэтому он уже уехал, он не возле компьютера. И приостановлена работа на несколько этих праздничных дней. И она будет восстановлена именно числа третьего. Он приезжает и опять же садится за программу, чтобы доработать ее, и мы могли уже ею пользоваться. Поэтому мы сейчас тестирование будем вести только администрацией. Будем проверять, что там можно будет, какие ошибки найти. Вы понимаете, что запускаться, когда будет что-то недоделано и будут какие-то сбои, никто не будет это делать. То есть это не в наших интересах. Более того, скажу, что те люди, которые ждали и хотели перед самым Новым годом еще куда-то войти, потратить свои деньги, то есть что-то заработать обязательно к праздничному столу. Я скажу, что стартовая площадка, она не такая большая, то есть она не такая денежная. То есть это не те деньги, которых достаточно было бы на хороший стол. Поэтому я думаю, что как раз после Нового года, когда все уже запасы мы съедим, выпьем, нам нужно будет опять где-то подзаработать. Поэтому это будет хороший момент старта и после Нового года. Это я рассчитываю, что до 10 числа мы уже запустим эту программу. Итак, давайте рассмотрим стартовую площадку, как она выглядит. То есть маркетинг наш. Здесь стоит не стартовая, а здесь стоит именно площадка. Вы видите, 8 у нас в очереди, 8 партнеров. То есть вот это как раз идет софт-кэш-клаб. Чем отличается у нас именно стартовая площадка? В стартовой площадке у нас будет не 8, а 6 людей, 6 партнеров. То есть 6 вот таких вот купленных мест именно в маркетинге. И естественно это будет сокращение. То есть это не будет столько людей нужно. И заполнение одинаковое. То есть идет одинаковое заполнение. Вам покажу, что по 2 партнера пригласив, это сейчас софт. То есть вы предполагаете, что смотрите, насколько меньше нам нужно будет приглашать. То есть если мы говорим о софт-кэш-клаб для того, чтобы выйти на заработок, то есть на первую прибыль, нам нужно было, чтобы у нас 15, как минимум 15 человек было. То есть за нами. Это не обязательно ваши люди. Это должны были стать люди, которые пришли ваши приглашенные и приглашенные ваших приглашенных. То есть идет цепочка. Если говорить сегодня о стартовой площадке, то для того, чтобы получить первую прибыль, достаточно всего лишь 10 участников. И то из этих 10 еще попадают туда технические аккаунты. Почему? Потому что мы их перенаправили. То есть если говорим о софте, у нас софт-кэш-клаб идет, технические аккаунты идут в отстающие очереди. Это те очереди, где находятся партнеры, не работающие. Они не работают, они перестали работать и делать свой собственный бизнес. Поэтому туда идут технические аккаунты на сегодняшний день. И получается немножечко, как говорится, неравноправие. Те люди, которые сегодня работают, да, они закрываются, да, у них есть партнеры, и они получают прибыль. Но при делении технические аккаунты идут именно в те отстающие очереди, помогая тем людям, которые сегодня ничего палец о палец не делают. То есть для того, чтобы этого не происходило у нас на стартовой площадке, да, мы хотели, конечно, дать возможность каждому партнеру в софт-кэш-клаб, чтобы люди зарабатывали. Но в основном, конечно, зарабатывают те, которые работают. В данный момент на стартовой площадке за 1 доллар мы перенаправили эти технические аккаунты. То есть если есть деление очереди и появляются технические аккаунты, а у нас при делении получается, что на первое место попадает технический, да, и как только он закрывается, он дает нам в этой программе, именно в стартовой, он дает нам еще дополнительных 2 новых аккаунта. Так вот эти дополнительные 2 новых аккаунта будут идти в очередь только при делении и именно в очереди этих партнеров. То есть они не будут закрывать эти технические аккаунты отстающей очереди. Те люди, которые работают, они будут быстро закрываться и будут получать быстрее и чаще. Естественно, те люди, которые сегодня начинают приглашать, они работают сегодня еще в софт-кэш-клаб и приглашают, создавая уже свою команду. И за счет своей команды, которая сегодня к ним приходит, они будут именно закрываться и в софт-кэш-клаб, и движение будет. Я сейчас вам объясню, почему. Смотрите, давайте посмотрим таблицу, которая именно для стартера площадки сделана. Мы еще немножечко изменили по просьбе наших партнеров, потому что у нас был в маркетинге, что именно из третьей прибыли на каждой площадке идет переход на следующую. Так вот, была просьба наших партнеров, чтобы быстрее перешли люди именно на более дорогие площадки, и для того, чтобы быстрее перешли софт-кэш-клаб, чтобы именно из второго вознаграждения был переход именно на более дорогую площадку. Вы видите, что в маркетинге у нас 7 площадок, каждая площадка стоит в 2 раза дороже, то есть если первая площадка стоит в доллар, то следующая будет 2, 4, 8 и так далее. И, естественно, прибыль за закрытие площадки будет именно в 2 раза больше, и обязательно будет происходить реинвест. То есть для того, чтобы у нас было движение и постоянные площадки приносили прибыль, пусть это небольшая прибыль, но если будет площадка закрываться в день по 5 раз, то я думаю, это очень хорошо будет. То в этом случае у нас будет всегда каждая площадка приносить прибыль. И именно второе вознаграждение у нас будет идти на автопокупку более дорогой площадки. И таким образом многие партнеры гораздо быстрее перейдут на 4 площадку, где у нас и будет происходить переход на заработок именно в биткоин. И каким образом все это будет происходить. Как только у вас на 4 площадке будет первое вознаграждение начислено, и мы будем сразу же смотреть, то есть это не вручную, это также опять система просматривает, то есть есть курс биткоина на данный момент. И у нас за закрытие 4 площадки прибыль, давайте посмотрим, сколько у нас будет прибыль, 16 долларов. Если на этот момент, как только у вас начислено эти 16 долларов, и биткоин стоит как раз 16 тысяч, в этом случае сразу же эти деньги будут анонсированы именно на покупку биткоина. То есть у вас будет сразу на вход в соутка шла. Эта сумма, она у вас будет заблокирована, ее нельзя будет вывести. То есть человек, который придет новенький на стартовую площадку, который хочет зарабатывать в долларах, ну и хотел бы зарабатывать в биткоинах, потому что биткоин, конечно, это совсем другая финансовая независимость, чем в долларах. Поэтому, естественно, вот эти деньги, он, возможно, знаете, как человек не разобрался и пока еще не хочет туда идти в биткоинах, то есть ему проще и легче работать в долларах, никаких проблем нет. То есть он может продолжать здесь работать и зарабатывать за счет автоматических реинвесторов на каждой площадке, у него будет постоянная прибыль и за счет того, что есть переходы. То есть он может запустить все 7 площадок и 7 площадок могут ему приносить прибыль. Но сумма именно первого вознаграждения на четвертой площадке, она заблокирована и она предусмотрена только для перехода в соутка шла. Каким образом можно будет перейти? Сегодня у нас очень много партнеров, я смотрю, что уже почти 7 тысяч человек, которые зарегистрировались у нас в соутка шла. Я знаю, что это люди, которые регистрируются для того, чтобы перейти именно в долларовую площадку и начинать именно оттуда, с маленьких денег. То есть один доллар – это не такие уж большие деньги, с которых можно начинать бизнес. Более того, скажу, что на один доллар гораздо проще приглашать партнеров. И даже те люди, которые не умеют приглашать, не хотят этого делать. То есть они могут, конечно, работать. Но опять же, ребята, давайте подумаем. Если человек не работает и чего-то ждет, то есть кто-то за него тогда должен работать? Давайте все-таки, наверное, разбираться. И мы не первый день в интернете и понимаем, что все равно от наших действий должно что-то происходить. То есть мы будем получать гораздо больше, когда мы будем что-то делать. Да, на один доллар можно не обязательно, как говорится, рассказывать голосом. Такую рекламу можно поставить в любой соцсети, на любой площадке рекламной. То есть на один доллар приглашать – это не очень сложно. И можно найти тех партнеров. И я уверена, что если человек просто будет делать вот такую рутинную работу, то есть несколько рекламных таких текстов будет давать, тем более баннеры у нас будут, тексты у нас будут в кабинете. Все достаточно, как говорится, под рукой есть. Рабочий чат есть, у нас есть рекламные площадки, где можно это рекламировать. Я скажу, что регистрация есть, и на один доллар люди будут заплачиваться. Поэтому, естественно, человек работает, у него есть движение. Те люди, которые не приглашают, которые также просто зарегистрировались, то есть каким образом у них будет заполняться все. Дело в том, что трое суток, как только мы стартанем, три дня дается на то, чтобы вся наша команда, те люди, которые уже зарегистрировались на Соткэш Клаб, но пока ничего не покупали, те люди, которые сегодня просто ожидают именно стартовую площадку на один доллар, они могут зарегистрироваться только по ссылке спонсора, там, где будет логин спонсора. Нельзя будет зарегистрироваться просто на сайте стартовой площадки. Там эта кнопка будет отсутствовать. Поэтому трое суток заодно для того, чтобы наши партнеры Соткэш Клаб построили свои команды, чтобы они дали возможность своим партнерам зарегистрироваться по ссылке спонсора. Более того, скажу, что все получат обязательно письмо от компаний, где будет об этом сказано, что где можно будет взять ссылку, какая площадка запускается, какие ваши выгоды в этом случае. То есть все указания и инструкции для того, чтобы найти эту спонсорскую ссылку у своего спонсора в кабинете для тех, кто уже зарегистрировал в Соткэш Клаб. Те люди, которые сегодня новички и идут только на стартовую площадку, они на данном этапе находятся именно в чатах ожидания на один доллар именно на стартовую площадку, или они с кем-то уже в контакте, то есть они уже с каким-то человеком контактируют, и этот человек находится в Соткэш Клаб. Они знают, где взять эту ссылочку. Поэтому трое суток для того, чтобы вы все зарегистрировали. Следующее. Через трое суток, естественно, разблокируется вот эта вот кнопка регистрации на сайте, на новом сайте. Это не сайт Соткэш Клаб, это будет другой сайт. На этом сайте можно будет именно регистрироваться под компанию. Естественно, мы со своей стороны будем рекламировать и будем ставить именно эту ссылку. Поэтому регистрации будут идти под компанию, и те люди, которые не приглашают, они будут заполняться вот такими регистрациями. То есть надо понимать, что если вы хотите быстро заполниться и получить прибыль, и получать прибыль многократно и быстрее, то, естественно, лучше иметь команду. Если вы, как говорится, не хотите ничего делать, вообще ничего делать, тогда, пожалуйста, не пишите, что я зашел, у меня ничего не закрылось, мы скорость не гарантируем. Если будет много таких людей, которые будут регистрироваться под компанию, то движение будет. Если люди будут регистрироваться по ссылкам спонсоров, они будут закрываться именно в их структурах. Поэтому вы можете попасть, конечно, на такую структуру изначально, и у вас будет движение. То есть если ваш спонсор очень активный, он много приглашает, естественно, переливы от этого спонсора будут, и вы будете закрываться. И вы будете закрываться. Но хотелось бы, конечно, чтобы хотя бы на доллар вы научились приглашать, потому что, естественно, что если вы хотите хорошего бизнеса, нужно все-таки работать самому. Только для себя можно зарабатывать большие деньги. И следующее. Те люди, которые именно в соцкэшклаб находятся уже, и у них уже куплены позиции, у них уже есть вложения, то есть соцкэшклаб, на четвертом, на четвертой площадке, на стартовой, именно на стартовом сайте, у них эта сумма, она также будет заблокирована, и для того, чтобы ею владеть, нужно будет просто, там будет оповещение, что перейдите на сайт соцкэшклаб. Будет ссылка, то есть кликайте туда, переходите в соцкэшклаб со своими данными, то есть логин, пароль, и в вашем кабинете сразу же адаптируются эти деньги вам на баланс. То есть они будут переведены в биткоин, и они в биткоинах будут у вас находиться на балансе в кабинете соцкэшклаб. Вы можете ими распоряжаться. Если это люди, которые сегодня зарегистрировали соцкэшклаб, но ничего там не приобретали, пока у них только там есть регистрация, каким образом у них может все это произойти? То есть они точно так же, когда они будут получать на четвертой площадке первое вознаграждение, которое заблокировано, у них так же само будет выскакивать оповещение, что перейдите на сайт соцкэшклаб. Они со своими данными, с логином и с паролем заходят в свой кабинет соцкэшклаб, там, где они были зарегистрированы, и у них автоматически будет куплена позиция первого уровня. То есть те деньги, которые предполагались именно на стартовой площадке, они сразу же автоматически сделают покупку. И человек, который находился у кого-то в структуре, уже сегодня в соцкэшклаб, у него есть спонсор, он где-то стоит в очередях, он уже активировался именно за счет работы на стартовой площадке. Это то, о чем я говорила, что на сегодняшний день те люди, которые стоят в соцкэшклаб, не хотят что-то делать для себя. Те партнеры, которые у нас сегодня зарегистрированы без приглашений, а без приглашений, вы видите, статистику все время в новостях дают, что идет розыгрыш. У нас на розыгрыше оплаченных людей то 4, то 1, то 2. То есть люди не хотят регистрироваться без приглашений. Я это приветствую, потому что я понимаю, что это люди серьезные, они знают, что для своего бизнеса нужно что-то делать. Просто надеются на халяву, это, конечно, пустое. Поэтому вы видите, что мало регистрации тех людей, которые без приглашений, чтобы движение было у этих людей именно каждую субботу, именно по розыгрышу. И те партнеры, которые находятся сегодня в соцкэшклаб, именно зарегистрировались без приглашений, каким образом они могут двигаться. Естественно, если они зайдут на долларовую площадку, то они могут там уже на долларовой площадке создать свою команду. То есть если у них есть регистрации по их ссылочке, по регистрационной, по реферальной, именно за доллар, то это и есть их команда, потому что люди, заходя в соцкэшклаб, они должны будут зарегистрироваться. И зарегистрироваться им нужна будет ссылка спонсора. Они могут взять ее именно у своего спонсора на стартовой площадке. Если вы там являетесь его спонсором, значит, это будет ваша ссылочка. И естественно, когда они зарегистрируются по вашей ссылке, то они попадают в соцкэшклаб. Им нужно будет обязательно регистрироваться на соцкэшклаб. И естественно, эти люди будут сами выбирать, каким образом они будут регистрироваться. Или с приглашениями, или без приглашениями. Смотрите, какая может быть образоваться ситуация. То есть человек, который зашел на долларовую площадку, он работал на доллар. То есть он зашел с маленькими деньгами, он там посоветовал своим друзьям. То есть ничего страшного нет в одном долларе. И, кажется, человек не такими деньгами, допустим, оперирует, и у него страховка есть. Что такое один доллар? То есть он не боится потерять эти деньги. Хотя мы говорим не о потере, мы говорим о заработке. Он может приглашать очень много партнеров. У него может уже создаться там команда. Но эта команда должна будет перейти в соцкэшклаб. В любом случае, эти люди будут выбирать метод регистрации. Это я и говорю за тех, за новеньких, которые придут именно на площадку долларовую. И, естественно, когда человек будет регистрироваться, там, как всегда, у нас есть выбор с приглашениями или без приглашений. Если люди будут выбирать, опять же, вариант без приглашений, они будут двигать тех партнеров, которые сегодня находятся в соцкэшклаб именно в розыгрыше. Именно те люди, которые без приглашений. Поэтому тут тоже может быть движение. Если, допустим, сами люди не хотят работать, то будет еще общее движение. Но я скажу, что надеяться на общее движение я бы не стала. Почему? Потому что когда человек регистрируется, и у него есть оповещение, что вы теряете один биткоин своей прибыли, то наверняка человек даже не будет разбираться пока еще, что и как, да, как я там буду приглашать. Но терять деньги, один биткоин, ему совсем не хочется. Поэтому многие люди будут регистрироваться чисто интуитивно. То есть он не хочет эти деньги терять, он зарегистрируется с приглашениями. И это нормально. И это нормально. То есть нужно обязательно об этом подумать. Включаться ли вам в работу именно на стартовую площадку за доллар, я думаю, что обязательно включаться. Потому что в такой ситуации быть ваши партнеры, которые есть в соцкэшклаб, они постучатся к вам за ссылкой, а у вас ее нет. Поэтому лучше, конечно, зайти на стартовую площадочку. И давайте я вам покажу, кому и обязательно надо было бы сегодня подумать о том, как передвигаться, то есть что сделать для того, чтобы ситуацию выровнять. То есть у нас есть в соцкэшклаб допущенные ошибки при регистрации, при покупке позиций именно своим партнерам. Вы сейчас видите кабинет, где у нас есть первый уровень, и у человека куплено 7 позиций на одном уровне. То есть это недопустимо. Эта возможность есть, но ее нужно было делать только тогда, когда у вас количество реферальных позиций было очень много, допустим, 10, 15 и так далее. То есть в этом случае только можно было покупать дополнительные. Но тут допущена ошибка, что сам спонсор хотел купить позиции своим партнерам и допустил ошибочку, не посмотрел видеоролик, как это делается, и, к сожалению, купил все эти позиции именно себе. И сейчас они находятся все у него в кабинете. Вы видите, что количество реферальных позиций у него всего лишь два. То есть у него есть два приглашенных, они оплачены, у них есть позиции, которые стоят здесь в первом уровне. То есть у него выполнение для закрытия одной очереди, есть два партнера. А все остальные шесть, которые у него куплены позиций, они у него пустые. Почему люди говорят, у меня стоит, ничего не двигается? А представьте себе, если у этого человека, который набрал семь позиций, такой же спонсор, и у спонсора есть две-три позиции, то есть заполнение идет. Это все равно, что у вас перед вами появились семь человек. То есть или, допустим, у кого-то там три-четыре. То есть точно так же. Естественно, идет заполнение такое. Что нужно делать? Я понимаю, что людей тяжело может быть пригласить в соцклат именно на биткоин. Да вот сейчас, в данном этапе, вот этого человека в кабинете нужно иметь не две реферальных позиции, а 14. То есть это 14 оплаченных партнеров. Что нужно делать? Где этих людей взять? А вот для этого и была создана стартовая площадка. Чтобы этот человек включился в работу, именно в работу, начал приглашать именно на один доллар и строить там свою команду. И как только у него там команда появилась, то есть он уже на четвертом, на четвертой площадке получил прибыль. И его люди, которые зарегистрировались по его ссылке, тоже начали получать эти деньги для перехода в соцклат. Так вот, ему задача именно взять этого кабинета реферальную ссылку и зарегистрировать сюда новых партнеров. Тогда здесь соцклат будет в движении. То есть у него будет выполнение условий по двое, потому что регистрация была именно с приглашениями. Раз у него 7 позиций, значит у него должно быть 14 партнеров. Он пригласит еще, допустим, с долларовой площадки, к нему придут эти люди. То есть они вынуждены будут прийти сюда, зарабатывать. И за счет этого будет строиться здесь у нас бизнес, понимаете? Вот эти ошибки, они выровняются. Потому что нам нужно эти ошибки убрать. Как только у каждого человека останется только одна очередь, только одна позиция, допустим, на первом уровне, движение будет другое. Совсем другое будет движение. Есть ли, допустим, те люди, которые сегодня, вот такая ситуация в кабинете, у кого-то там 7 позиций, у кого-то 2, у кого-то 4. Ну, разные ситуации есть. А кто-то вообще купил еще и уровни, не только позиции, но еще и уровни купил, вместо того, чтобы позиции купить партнерам. То есть здесь тоже нужны новички. Вы поймите, что в любом бизнесе нужны новые люди. Но новым людям нужно показать выгоду, чтобы они захотели сюда прийти. Поэтому мы делаем сегодня стартовую площадку за доллар, чтобы человек не боялся потратить свой доллар. Он даже ради интереса может попробовать. То есть это не страшно. Тем более мы не ставим обязательств. Там нет выбора регистрации с приглашениями без приглашения. Зато там есть хорошая реферальная программа. Там есть деньги за то, что вы будете работать и приглашать людей. То есть вы еще дополнительно будете получать. Поэтому это действительно очень выгодно. И на эту программу можно приглашать. И люди уже из заработка, а не из своего кармана, вот эти деньги будут тратить именно для перехода на Soft Cash Club в заработок в биткоине. Так вот, чем больше у нас там людей будет на долларовой площадке, тем больше людей перейдет именно к нам в Soft Cash Club. И мы будем зарабатывать совсем другие деньги. То есть все зарабатывать будут. Не только, допустим, те люди, которые сегодня здесь находятся. На данном этапе там могут на стартовой площадке зарегистрироваться абсолютно новые люди, которые здесь не присутствуют. А вы знаете, что наш маркетинг рассчитан таким образом, что мы друг с другом не связаны. И нас никто не толкает. То есть те люди, новички, которые прилетят, прошу прощения, они не будут вас толкать, если они не будут находиться в ваших очередях, и они не будут вашими партнерами. Поэтому они защищены. Если там люди работают, они будут зарабатывать. Поэтому для сегодня именно вот такая ситуация. И нужно обязательно, обязательно этим людям донести эту информацию. То есть если они хотят двигаться в Soft Cash Club, а многие взяли несколько уровней, и, естественно, я понимаю, что они потратили деньги, их нужно обязательно вернуть, им нужно и заработать сверху. И, конечно же, те партнеры, которые это понимают, они сегодня уже делают рекламу, они уже сегодня приглашают именно в Soft Cash Club, объясняют, рассказывают, что есть стартовая площадка, что вот она запустится, каким образом можно будет зарабатывать и в долларах, и в биткоинах можно будет зарабатывать. Они сегодня уже рекламируют. И в многих кабинетах вот есть уже лично приглашенные. То есть в данном кабинете вы видите, что лично приглашенных 18. То есть этот человек работает и дальше приглашает людей. И это не значит, что они сегодня все оплатились. Но это значит, что с этими людьми можно связаться. Тем более, что у нас уже теперь эта связь есть. Обязательно, еще хочу раз напомнить, когда пишете партнеру письма, обязательно указывайте свои данные. То есть письмо приходит от суппорта. И если кто-то отвечает вам, то есть он письмо отправит только на суппорт, он не отправит письмо лично вам. Там нет ваших данных. Обязательно оставляйте свои данные. То есть и майл, адрес, скайп, телеграм, чтобы с вами можно было связаться. Поэтому здесь уже в кабинете у человека есть 18 партнеров. И она уже знает, что этим людям можно будет предложить. То есть они получат письма, они заинтересуются программой, какая-то там за доллар. То есть я могу зарабатывать, как это делается. То есть где мне найти спонсора. А есть вот контакты. Хорошо, я свяжусь с этим человеком. То есть есть уже партнер, который заинтересован и может связаться именно с вами. Поэтому обязательно проверяйте свои почты. У вас в каждом кабинете есть еще и спонсор. Можно со спонсором списаться. То есть таким же образом. Поэтому вот здесь можно сформировать уже готовую команду для городсов. Софт Кэш Клаб, которая пойдет именно на стартовую площадку. Еще раз повторю, что стартовая площадка будет запускаться после Нового года. И мы постараемся ее запустить до 10 января. Я сейчас вам показываю два сайта. То есть каким образом мы будем связаны. Потому что я говорила, что у нас в Софт Кэш Клаб появится кнопка, которая даст нам возможность переходить на другой сайт. Обратите внимание, вверху стоит сайт Софт Кэш Клаб. И там есть новое слово, которое указывает старт. То есть есть подчеркнуто красным. Это новая кнопка, которая даст возможность перейти на сайт. Но не забываем, что 3 дня, 3 суток у нас регистрации идут только по ссылкам спонсора. Поэтому если вы перейдете просто на сайт, вы не сможете зарегистрироваться. Для этого вам нужно обязательно связаться со спонсором Софт Кэш Клаб. И только потом, взяв у него ссылку, вы можете, вставив в браузер, зарегистрироваться. Для чего это было сделано? Чтобы мы могли видеть, то есть у нас есть два сайта, а на стартовом будет именно Софт, чтобы мы могли легко переходить и закладки какие-то не делать. То есть это будет функционал для вашего удобства, чтобы легко можно было найти стартовую площадку и площадку Софт Кэш Клаб. Но это не значит, что вы на Софт Кэш Клаб кликните на старт, и у вас уже и будет регистрация. Регистрироваться всем нужно будет заново. То есть мы не можем перевести всех, всю команду Софт Кэш Клаб, которые зарегистрированы, и сохранить команды, то есть сохранить логины друг за другом. То есть человек может быть вообще где-то уехал и не возле компьютера, а мы ему будем строить команду, то есть что-то там будет делаться, ему действия нужны, а его нет. То есть поэтому это два разных сайта, но это два сайта одного сообщества. Только и у нас есть теперь долларовая, и будет, и есть вернее в биткоинах, и будет еще в долларах. Это специально сделано для того, чтобы мы могли сегодня быть конкурентоспособными и работать в двух валютах. Ну и естественно, конечно же, чтобы нам гораздо легче было приглашать. Поэтому обязательная регистрация всех без исключения. Не надо использовать, допустим, те же самые логины, которые у вас есть в Софт Кэш Клаб. Вы можете брать их, не запрещается. Вы можете использовать те же самые данные, то есть email, адрес, логин можете использовать. Можете все данные сохранять. Единственное, что смотрите, чтобы у вас там проходил логин, потому что по логине могут повторяться, поэтому может быть не пройти регистрация. И опять же, смотрите, у нас на стартовой площадке есть тоже возможность покупать партнером будет именно площадки. Но вы не допустите там таких ошибок, как Собт Кэш Клаб. Потому что невозможно купить на одной площадке сразу несколько мест. То есть мы здесь ограничили и сделали только одно место на одной площадке для того, чтобы опять не наделали ошибок. Эта маленькая площадка сделана только для старта и увеличивать оборот можно только за счет того, что вы будете работать, приглашать людей и ваши площадки будут многократно закрываться. То есть таким образом. Тут нельзя будет докупить на одной площадке несколько мест. Только одно место на каждой площадке. Кабинетов, да, вы можете регистрировать сколько хотите, то есть без ограничений. Но опять же хочу вас предупредить, что если вы набираете кабинеты на всю свою семью, опять построите вот такую колбасу, то есть выстроили, и больше никто не работает, опять мы будем тормозить. То есть не делайте, не допускайте этих ошибок. Вы уже это попробовали. Еще раз говорю, никакие стратегии золотого треугольника не используйте. Это невыгодно. Возьмите один единственный кабинет, работайте по ссылке этого кабинета. Можете работать хоть всей семьей по ссылке этого кабинета. Там будет закрытие в день по несколько раз. Вы будете получать прибыль быстрее. Вы будете переходить быстрее на более дорогие площадки. И естественно тому увеличивается будет у вас доход. Это будет, да, выгодно. Вот это будет хорошая работа. Но опять набрать, раздарить каждому доллар стоит. Конечно, что-то это такое доллар, это не деньги. Я подарю свату, брату, теще, жене, сестре и так далее. То есть раздаем мы эти аккаунты, а работать никто не будет. Опять давайте подумаем. Включаем мозги. Думаем хорошо и анализируем, что за счет чего я буду двигаться. Поэтому прошу не допускать этих ошибок. И сейчас, если у вас есть вопросы именно по стартовой площадке, каким образом, что будет происходить, то есть вы можете сейчас в чате писать, а я пока не буду вам говорить о майнинге. Итак, вчера мне уже, я уже сама попробовала, то есть майнинговую программу у нас на SoftCash Club. Майнинговая программа будет на обеих сайтах. То есть можно будет и в долларах, и именно в биткоинах майнить. Именно майнинг будет и там, и там находить. То есть можно будет подключать. Единственное, что на стартовой площадке будет конвертация в биткоины, а и на SoftCash Club, именно мы там добываем сейчас Монеро, то есть там будет биткоин. Для чего сейчас сделан майнинг? То есть, во-первых, многие люди ждали этого. И я сделала буквально два уже видеоролика, они на нашем YouTube-канале. Я сейчас дам сюда ссылки, вы можете уже по ссылкам их будете посмотреть. И скажу, что сейчас пока мы не можем загрузить их именно в кабинет. В кабинете, может быть, только будет файл, как выполнить все эти действия. И, естественно, вот сейчас я дала в чат именно два видеоролика. Там есть инструкция, что это за майнинг, как нужно проверить, то есть как нужно установить на свой компьютер, что нужно сначала проверить на своем компьютере. То есть нормальная, хорошая программа, легко устанавливается. Я вчера попробовала. Легко удаляется без каких-то остаточных явлений. То есть очень такая корректная, очень удобная, легко простая в установке и в управлении. Поэтому я думаю, каждый абсолютно справится. Единственное, что сейчас пока у нас будет только на YouTube-канале инструкции. И как только вернется наш программист, он уже загрузит все на наш сайт SoftCash Club, и тогда уже будет это все в кабинете. И я сейчас прошу тех людей, которые хотят поучаствовать в майнинге, почему я прошу, сейчас у нас будет тестовый режим. То есть те монеты, которые вы намайните по своему логину, они у вас и останутся. Но единственное, нам нужна нагрузка. Нам нужна нагрузка, потому что у нас небольшое количество, те, которые тестировали. Нам нужно хотя бы человек 100, чтобы включили именно майнинг на своих компьютерах. Для того, чтобы проверить, как идет именно в тестовом режиме, когда идет нагрузка с разных IP-адресов. Если кто-то хочет поучаствовать, пожалуйста, посмотрите инструкции. Вы можете просто немножко поучаствовать, то есть только для теста, да, и потом в дальнейшем просто убрать эту программу и все. То есть она вам не нужна. Я скажу, что больших денег вы не заработаете, конечно, сейчас. Это просто за тест, если просто для теста хотите, да. Вот, то есть это какие-то копейки, то есть они не будут отображаться, это просто будет для теста. Хотя они будут на вашем логине, они на вашем логине будут числиться, и если когда-нибудь вы захотите майнить, то, пожалуйста, они будут ваши, и они будут вам начислены. Это именно касается майнинга. И майнинг будет и на стартовой площадке, и на соцклаб. Более того, что готовится еще, по-моему, одна программа майнинга. Антивирусы у нас сейчас практически все пропускают, то есть мы победили. Самые главные антивирусы осталось там совсем немного, но из таких самых распространенных, это там 3-4 антивирусника остались. Скажу, что Касперский без проблем пропускает, он ничего не говорит. То есть если уж Касперский пропустил, то понятно, что эта программа безопасная. Поэтому вы можете участвовать именно в майнинге. Это уже будет включено сегодня, после вечернего вебинара. Уже появится возможность в кабинете скачать программу майнинга. Пока, если она сейчас будет закрыта. Только когда уже проведу вечерний вебинар, чтобы все посмотрели инструкцию, и только после этого смогли уже там все, как говорится, сделать. И будет уже включена кнопочка для того, чтобы можно было скачать. Это касается майнинга. Если у вас сейчас какие-то вопросы есть по софт-кэш-клаб, по стартовой площадке, пожалуйста, пишите их в чате. Я готова сейчас отвечать на вопросы. Я думаю, что основную тему я вам передала. То есть самые главные задачи, которые стоят перед нами, это, конечно, приглашать сегодня партнера, создавать команду людей, которые пойдут на стартовую площадку, зарабатывать там и потом затем вернуться к нам опять в софт-кэш-клаб. Именно как наши партнеры. Конечно, лучше же, чтобы это были люди, которые регистрировались приглашениями, чтобы было движение и двигались именно те, которые работают. Но я скажу, что человек любой, он может выбирать вариант регистрации на софт-кэш-клаб. Поэтому движение среди тех, кто пришел именно на розыгрыш, тоже возможно за счет новеньких людей, которые придут именно со стартовой площадки. И только по выбору регистрации. Итак, если вопросы есть, пожалуйста, пишите. Я знаю, что вопросов было много, и многие говорили, рассказывали, и спрашивали, задают мне вопрос лично. А сейчас так. Все понятно? Отлично. Может быть, кто-то еще чего-то не понимает? Может, что-то еще по стартовой площадке объяснить? Все понятно. Я просто даже удивляюсь, когда вы успели понять все. Хотя я смотрю, вот смотрят там, допустим, видеоролик, многие спрашивают, что... Ну, не буду называть это слово, нехорошее слово. То есть вообще не понимают, о чем речь. Что за стартовая площадка? Ну, то есть я понимаю, что это люди совсем посторонние, а наши партнеры, которые в соц.кэш-клаб находятся, они наверняка все понимают. И еще раз хочу сказать... Спасибо. Запись будет. Да, запись ведется, запись будет. Еще раз хочу сказать, что точно так же, как у нас в соц.кэш-клаб, есть подарочный бонус. И на стартовой площадке также будет подарочный бонус. Это 100 долларов каждому партнеру. Это идет тоже, именно фонд формируется от начисления прибыли техническим аккаунтом. То есть когда технический аккаунт закрывается, он получает точно так же прибыль, как и реальный человек. Две позиции у него, два места на стартовой площадке покупаются, и одна стоимость идет именно в этот фонд. То есть за счет того, что у нас быстрее будет деление, из-за того, что у нас количество людей меньше, то есть технических гораздо больше будет, это раз, они быстрее будут появляться и быстрее будут переходить на более дорогие площадки. Поэтому фонд будет быстрее пополняться. И как только у нас будет собрано на фонде 3200, то есть по 32 человека, будут формироваться группы не по 100, а по 32. И как только собрана такая сумма 3200, первые 32 человека в один день получают такой бонус с долларом. Как появляется вот этот вот номер получения прибыли? То есть у каждого в кабинете, у каждого партнера на стартовой площадке, как только первая прибыль за закрытие первой площадки будет начислена в его кабинете, ему сразу будет присваиваться номер получения бонуса. То есть это будет автоматически, вам не нужно будет ничего там кликать, что-то делать, выбирать, то есть здесь выбора нет, здесь единственный подарок 100 долларов, и он будет автоматически к каждому присваивать номер получения этого подарка. Это подарок одноразовый, то есть не будет второго подарка. То есть если все в кошелах мы можем повторять, то здесь один раз получает. Почему? Потому как мы не расширяли, вы видите, что это очень маленькая площадка. Во-вторых, мы не берем реферальную программу самих партнеров, это все выплачивается за счет технических аккаунтов. Естественно, нужно будет это все деньги, нужно будет это все выплачивать. Поэтому, естественно, мы не даем дополнительно еще подарок, ну, только по 100 долларов для каждого. То есть реферальная программа, мне тоже задавали вопрос, откуда деньги берутся для того, чтобы выплачивать реферальную программу. А реферальная программа у нас за каждого партнера, там, по-моему, 63 копейками получается. То есть на каждом уровне, не каждый уровень, а не каждая площадка, есть закрытие. Давайте я включу таблицу и еще раз покажу вам. Вы видите, что есть вознаграждение за каждую площадку и есть цена площадки. Так вот, цена площадки – это и есть реферальная программа. Только выплачется будет не полностью вся цена, а только 50%, то есть 50% стоимости площадки. Если мы просуммируем все это, то получится 127 долларов. Это полностью будет 100% стоимости площадки и делим напополам – это 63,50. Это те деньги, которые начисляются именно за приглашенных. И они начисляются каждый раз на каждой площадке, как только ваш партнер, которого вы пригласили, получает первую прибыль. То есть первый раз он получил деньги, вам сразу 50% будет начислено именно реферального бонуса. Получил на следующей площадке он первую прибыль, вам сразу же начисляется опять 50% стоимости. И таким образом вы получите 60 долларов. То есть эти деньги мы тоже берем от фонда, только от технических аккаунтов. Это не у людей высчитывается. Поэтому все деньги, которые есть у нас в структуре, все, что попадает туда, то есть от технических аккаунтов, это все распределяется среди партнеров. Поэтому эти деньги здесь мы посчитали, здесь достаточно должно хватать, то есть все должно получаться. Поэтому, естественно, и подарок 100 долларов, и 63,50 – это за каждого партнера, которого вы приглашаете. Он будет полностью выдан, когда закроет все 7 площадок ваш партнер. Это, надеюсь, понятно. Итак, если есть еще вопросы, пожалуйста, задавайте. Если вопросов нет, значит, сегодня еще хочу раз напомнить, сегодня в 20.00 по Москве, по Украине это будет 19.00, будет проходить вебинар такого же плана. То есть я возьму только немножко, наверное, покажу еще маркетинг именно стартовой площадки, чтобы разницу, к сожалению, не так хорошо себя вчера чувствовала, не могла сделать дополнительные еще слайды. Но я сделаю сегодня на вечер. То есть вечерний вебинар и дневной вебинар, они могут немножко отличаться. То есть поймите, что если там задают вопросы, а вы сейчас их не задаете, то в вечернем вебинаре они будут звучать и будут звучать ответ. Я не говорю о том, что вам обязательно нужно попасть на вечерний вебинар, но обязательно посмотрите тогда его записи, когда он будет. То есть есть моменты, когда я стараюсь, чтобы вы отличались, а чтобы можно было больше информации получить с каждого вебинара. Следующее. Мы будем работать праздники. То есть вот это, наверное, будет последний вебинар. Я не хочу всех загружать. То есть мы будем отдыхать. Будут праздники. Сейчас идут корпоративы. Нам надо готовиться к Новому году. Поэтому давайте займемся все-таки этим. Единственное, что мы можем сейчас, это только протестировать наш майнинг, оповестить всех своих партнеров, что майнинг уже доступный. И тест пройдет, и он будет также открыт. То есть он будет продолжать все-таки работать. То есть вот это то, что мы сейчас добавили до Нового года, что мы успели сделать. Следующее. После Нового года, после Нового года давайте, наверное, мы будем уже собираться после 3-го числа, тогда, когда уже приедет наш программист. И, наверное, уже с 4-го числа можно будет проводить презентации, которые нужны нам будут именно с стартовой площадки, чтобы начинать привлекать партнеров. И с 4-го числа будет уже выставлено именно расписание на нашем сайте, там, где новости, как в каком расписании будут проходить именно наши презентации и вебинары. Я думаю, вебинары так мы и оставим по пятницам именно 2 раза в день. Я думаю, это очень хорошее время. И оно удобное для всех. То есть пятница, последние недели, а субботу и воскресенье – это только выходные. Это выходные, которые вы должны посвящать для своей семьи, для своих детей, для своих родителей и так далее. И то же самое мы должны тоже немножко отдыхать. Вот, поэтому расписание только после Нового года будет возобновлено. Но чат обмена, суппорт у нас все работает. То есть обмен можно будет делать и на стартовой площадке. Не обязательно сегодня заводить деньги на Perfect Money. Объясните своим партнерам, что если у них есть на Киви, или, допустим, есть там Payer, есть у нас какие-то Perfect Payer, ну и Privat24. То есть вот если там деньги есть, не обязательно их заводить на Perfect Money. Мы с помощью нашего чата обмена все обменяем человеку. Без проблем. То есть это будет все хорошо и удобно. И более того, скажу, те новенькие люди, которые придут на стартовую площадку, при переходе на биткоин, они абсолютно ни копейки не будут терять за транзакцию. Они не будут терять вот это вот денег, когда конвертация идет с доллара, допустим, в биткоин. И более того, никакой транзакции не происходит. То есть у них там будет автоматически все уже срабатывать, и они также не теряют никаких своих денег. Поэтому я думаю, это очень хороший приоритет. Итак, все, если понятно. Так, я правильно поняла, что на вывод доступно будет только после сгнобой. Да, что, Лариса? Первая же прибыль, которая у вас появляется в кабинете за закрытие первой площадки, она уже вам доступна к выводу. Единственное, что вывод, наверное, сделаем от 5 долларов. Вот это что? А так все, пожалуйста, это все ваши деньги, вы выводите, как только они появляются на вашем балансе. Не надо ждать, когда закроются все 7 площадок. И реферальная программа вам будет начисляться на каждой площадке. То есть вы можете их выводить с первой площадки, пожалуйста, там третья, четвертая, и так далее. То есть на каждой площадке есть вывод. За каждое закрытие. 10 раз закрылась площадка, 10 раз вывели. То есть это не обязательно ждать, когда все 7 площадок закроются. Надеюсь, это понятно. Знакома ранее. Ага, хорошо. Отлично. Хорошо. Тогда, пожалуйста, я в чат сейчас еще брошу эти видеоролики, которые по майнингу, чтобы люди немножко разобрались и попробовали. Постарайтесь только, они коротенькие, один на 6, другой на 3 минуты. Обязательно их просмотреть. Сначала подготовить ваш компьютер, посмотреть, какую скорость вы можете поставить, чтобы нагрузки на ваш компьютер не было. Это все-таки ваш рабочий инструмент, поэтому берегите его. И тогда только можете уже устанавливать, поставьте самую маленькую, допустим, программку, там нужно единичку поставить, и у вас будет самый минимум работать. Если поставите ноль, то ваш компьютер, то есть программа, она умная, она умеет распознавать, она заходит в компьютер, смотрит, какой компьютер, что у вас там. Это уже по максимуму будет. Она выберет максимально, оптимальную программку для вас, то есть сколько нужно подключить скорости, чтобы для вашего компьютера это было без нагрузки. Но это уже будет максимально, если ноль поставить. Я думаю, что именно вы разберетесь во всех инструкциях, которые я вчера записала, и они в видеороликах. То есть останавливайте, смотрите, продолжайте делать. Всем большое спасибо. Я хочу вас поздравить именно с праздниками, которые уже прошли. Это был и День Святого Николая, и у нас было уже Рождество для некоторых людей, которые уже его праздновали. Поэтому хочу поздравить с этими праздниками, которые прошли. Конечно же, хочу, чтобы на Новый год у вас было очень хорошее настроение. Не обращайте внимания, что у вас где-то что-то, допустим, там задержка какая-то. Всегда есть момент, когда можно повернуть, как говорится, русло в правильное направление и получить всю эту прибыль, которую вы ожидаете. Единственное, что нельзя, наверное, повернуть в хорошее состояние рождения, это только здоровье, за которым нужно было хорошо смотреть. И я желаю, прежде всего, вам крепкого здоровья, чтобы вы за эти праздники его только укрепили, и в том случае не потеряли, чтобы вы берегли себя. Не нужно, кажется, себя убивать какими-то вещами, то есть нервничать много. Поймите, что в любом случае всегда здесь админы есть, на связи, и всегда можно с вами связаться и решить любые вопросы ваши финансовые, если это на ту необходимость есть. Мы всегда идем на встречу людям. Поэтому давайте все-таки встречать Новый год радостно, с шампанским. Пусть это будет у вас на столе, там, то, что вы приготовите. Не столь важно, какое вы приготовите, главное, с какой душой вы это поставите на стол, кто будет за этим столом сидеть. Поэтому я желаю вам, чтобы в вашем окружении были самые близкие, самые любимые друзья, с которыми вам будет приятно провести этот вечер. И что самое главное, что Новый год принесет нам, обязательно принесет нам ожидания, вот те, которые мы положили на Soft Cash Club. Я уверена, что все это исполнится. Я знаю, и я уверена в этом, потому что мы все делаем для того, чтобы это продлилось. Дело в том, что мы настроены на длительную работу, и, естественно, мы будем делать все возможное, чтобы Soft Cash Club продолжал жить и продолжал работать, и чтобы люди там зарабатывали. Поэтому это обязательно будет сделано. Спасибо, что вы поздравляете с Новым годом, и крепкого здоровья всем. Всего большое спасибо, и тогда смотрите, обращайте внимание, и следите за, именно за новостями, и за письмами, которые приходят вам на почту. Это в ваших интересах. Спасибо.